Вот это мне вплетут в голову, и я не знаю как. Плетёшь? Плету, плету. Вот, короче, я опоздала, на сколько, на 30 минут, да, получается? Почти, почти. Потому что Яндекс.Такси по телефону это убогое говно. Никогда не заказывайте по телефону, заказывайте через приложение там хотя бы. Вы покажете точку, в которой вы стоите, и такси сразу к вам подъедет. Какая прикольная штука, слушай, прям чувствуется качество. А тут женщины врать не будут. Надеюсь, его будет очень приятно носить. Вот будет на моей голове. Вот, но у меня и нижние отрасли вроде как. Начинаем. Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что вы скажете? Я хочу такую воруду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как парик. Как за ними ухаживать? Их надо выпрямлять на ночь, выпрямлять утром и смазывать вот этим вот маслом. Оно из хейр-шопа, как вы можете заметить. Не знаю, сфокусировалось или нет. Называется масло силиконовое для волос 100% Special Oil Extention Line. На самом деле оно подходит для любых типов волос, но для таких волос оно подходит еще больше. Плюс ко всему эти волосы очень мягкие. Они мягче каниколона, они послушнее каниколона. Они не так путаются, как каниколон. Они не так путаются, как мое первое наращивание, как второе наращивание, как наращивание натуральными волосами. Почему-то, я не знаю. На ночь я их заплетаю в косу, чтобы они точно не путались, но не в тугую, потому что иначе они снова пойдут волной. И я просто задолбаюсь их выпрямлять. И в принципе мне уже в целом нравится. Это наращивание называется королевское. Вот королевское наращивание на брейды. Почему-то очень мало людей, очень мало мастеров. Я думаю даже, ну, блин, супер мало мастеров, которых я знаю, делают такое наращивание. Хотя оно само по себе довольно легкое и оно, ну, и оно повсеместно используется в странах США. Ну и как бы я не думаю, что большинство афро-женщин может ошибаться, делая себе такое наращивание. Причем оно не вредит волосам. То есть ваши волосы просто заплетаются в тугие косички по всей голове. И на них нашивается, вот эти, нашивается еще шапочка, правда, на сами брейды. Но это чтобы они никуда не скользили, никуда не уходили. И дело шло гораздо легче. Правда, на это наращивание мы потратили примерно часов 7, наверное. Примерно 7 часов, да, это долго. Но это очень безопасно, если ты хочешь сменить имидж, но не знаешь на какой, ты можешь просто сделать себе такое наращивание с любым цветом, абсолютно любым. Абсолютно любой прической, абсолютно любой длиной. И посмотреть, понравится тебе это или пойдет ли тебе. Это мое первое королевское наращивание, поэтому я не знаю, сколько оно проносится. И если вы хотите, пишите в комментариях. Пожалуйста, пишите в комментариях. Я буду вас уведомлять о том, какое состояние у моих волос на данный момент. То есть, там, через неделю, через две недели, через какой-то еще промежуток времени. В конце концов, если ты делаешь себе такое наращивание, наверное, интересно знать, сколько ты его проносишь, правильно? И это гораздо лучше, чем осветление, я считаю. Хотя, если их не укладывать, то у меня, по крайней мере, немножечко видна вот тут эта штучка. То есть, челочка, челочка, она очень отвлекает, она закрывает мне то, что не нужно видеть другим людям. И если бы я взяла натуральный цвет волос, а не беленький, но мне просто очень хотелось беленький, я хотела для вас, по вашей просьбе, по просьбе трудящихся, так сказать, да, походить еще немножко беленькое, потом сделать дреды натуральные. И посмотрите, как сочетаются мои новые ушки и мои новые волосы. Это просто ня-ня-ня-ня-ня. Разве нет? Также, если Инри успеет выложить фотографии, которые мы сделали в процессе работы, я их обязательно оставлю в видео в конце. И опять начинаю делать... И, в принципе, вы можете заметить, что это наращивание выглядит гораздо лучше, чем многие предыдущие, потому что не торчат мои волосы, ничего не торчит, придается визуальный объем. Можно ходить по улице без шапки даже в такую погоду, как сейчас. Я имею в виду на 23 марта 2019 года, потому что сейчас, типа, холодно, кто-то ходит в куртках, кто-то в пальто, но обязательно все ходят в шапках, потому что холодно. Холодно, дождик и снег. Вот. А так ты можешь ходить без шапки, и ничего этого ты не почувствуешь. Не знаю, сколько раз надо мыть волосы, это мы узнаем в процессе. Я люблю эксперименты, поэтому мы узнаем в процессе. Вот. И обязательно сниму еще одно видео, когда буду их снимать. Покажу детально, как я это делаю, потому что я снова сама это буду делать. И заодно расскажу, сколько я их проносила, какого они качества остались в конце, сколько раз я мыла голову, или это можно сделать в промежуточном видео. И, конечно же, если вы захотите, конечно же, об этом в комментариях пишите. Пожалуйста. 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 Я надеюсь, вам было интересно это видео, хотя, я думаю, немногие вынесли целый час просмотра вот этого вот всего процесса, но я сократила, насколько могла, насколько, ну, типа, можно было не потерять материал, не потерять нить, по которой мы шли. Вот. И обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, жмите на колокольчик, потому что тогда вам будут приходить мои видео сразу после того, как они вышли, и вам не придется искать их в своих подписках, там, в рекомендованных. Если вам не жалко, вы можете поделиться этим видео, ну, с ссылкой, я имею в виду, на него отправить ссылку друзьям. Может быть, у вас есть друзья, которые хотят покрасить волосы, или хотят нарастить волосы, но понимают, что капсульное наращивание, это убивает ваши волосы, особенно если вы еще и окрашены. Либо друзья, которые хотят сделать себе капсульное наращивание, но понимают, что это вредно, по ряду нескольких причин, которые я не буду озвучивать, я думаю, вы сами уже знаете, если вы смотрели мои предыдущие видео по теме волосы. Что могу сказать? Если вы живете в Москве, вы можете прийти к Инри, ссылку на мастер я оставлю в описании, потому что она реально очень хорошо делает свою работу, берет недорого. На мой взгляд, это самое безопасное наращивание, которое вообще существует, потому что оно не травмирует волосы, оно, конечно, первый день вы, наверное, не сможете уснуть, потому что идет большое натяжение, но это по моим собственным ощущениям. Но сейчас идет второй день, и второй день сразу после заплетения, и я себя чувствую уже намного лучше, то есть в плане моей головы. Ничего не тянет, даже немножко приятно. Ну, в общем, вы поняли. Ставим лайки, если вам было полезно это видео, если оно вам понравилось. Дизлайки, если вам не понравилось это видео, объясните, пожалуйста, обязательно в комментариях, почему вам не понравилось это видео, я приму ваше мнение, окей. Потому что на вкус и цвет все фломастеры разные. И спасибо вам за просмотр. Всем пока!